Привет, друзья! С вами Дудон Скетч. В преддверии праздника Хэллоуин мы с вами нарисуем сегодня совершенно замечательную летучую мышь. Это будет вымышленный персонаж. Она получится очень добрая, пушистая и совершенно безвредная. Поэтому давайте приступать. Все, кто хочет внести немного милоты в этот ужасающий праздник, милости просим. Что нам понадобится для того, чтобы нарисовать вот этого прекрасного летучего мыша? Я вот здесь сделала такую выкраску для вашего удобства. Я назову номера цветов, которые у меня есть, но вы должны понимать, что они могут быть заменены на те, которые есть в вашей палитре, которые будут максимально похожи. В принципе, вы можете вообще взять абсолютно другие цвета. Это на ваше усмотрение. Я буду называть те цвета, которые я использую конкретно в этом уроке. Их, конечно же, можно заменять. Итак, для тела нашего летучего мыша, головы и части крыльев, вот этой вот, где кость идет, мы будем использовать вот эти три цвета и блендер. Что это за цвета? Это Midnight Blue промаркер B624. Это Holy промаркер G724. Это маркер Touch цвет Y224. И это блендер. Вот эти цвета выглядят вот так. Вот этот зеленый, синий, Touch оливковый. И вот так вот выглядит блендер. Я показала, как он размазывает здесь маркер. Дальше глаза. Для глаз у нас два вот этих цвета. Их точно можно чем-то заменить, чем вы хотите. Какие у вас есть. У меня это темно-лиловый и светло-лиловый. Plume промаркер V735. Orchid орхидея промаркер V528. Крылья. Крылья это вот эта вот часть желтенькая. И также ушки. Где вот эти перепонки. Мы рисуем вот этими цветами. У нас есть желтый, коричневый, такой коричневато-розовый, светлый и светло-оранжевый. Желтый это Sunflower промаркер Y156. Коричневый, светло-коричневый это Coral промаркер R937. И светло-оранжевый это Apricot промаркер O538. Вот этот розовый цвет, карминовый, кармин промаркер R156 я использовала для шарфика и для пятачка. И также я использовала вот этот цвет Walnut G124 от промаркер. Я его использовала вот здесь, чтобы сделать засечки полосочки на шарфике. В принципе эти полосочки можно было сделать и вот этим фиолетовым цветом, поэтому этот коричневый он здесь опциональный, я его не вписывала. Также для глубоких теней я использовала в самом конце вот этот цвет, это Touch VG7 теплый, серый, очень темный. Использовала я его буквально чуть-чуть вот здесь в самых теневых частях, здесь, вот здесь снизу живота и вот тут. В принципе можно также им обойтись, эти глубокие тени сделать либо темно-синим, либо темно-зеленым каким-то из них. Черный водостойкий линер. Обязательно обратите внимание, чтобы он был водостойким, когда будете его покупать. Для спиртовых маркеров мы используем только такой, иначе маркеры размоют его, если вы положите маркеры поверх этого линера. Этот линер мы используем в иллюстрации для того, чтобы отметить детали на ушах, отметить пушистость вот здесь вот на теле, сделать какие-то акценты на крыльях. В принципе можно обойтись без этого линера, но с ним появляются какие-то более четкие контуры, поэтому будет здорово, если он у вас есть. И в итоге что у нас получилось? На самом деле получился такой прекрасный набор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять маркеров, один блендер, белая ручка и черный линер. Прекрасный стартовый набор и вот такая чудесная иллюстрация в конце. Давайте не затягивать, начинать рисовать, будет весело, так что приступаем. Я начну с наброска, так как персонаж у нас вымышленный, я предполагаю, что она будет обязательно пухленькой и пушистой. Начнем с базовой композиции на рисунке. Она у нас будет лететь. Голова, тело, крылья. Так, отметим примерно лапы. Отметим, сделаем ей щечками, давайте. Отметим уши. Отметим уши. Отметим уши. Все такое у нас пухленькая, пушистая, наверное, так могу назвать это. Ну, почти чего-то милого. Так, она будет. Давайте. Я уже вдалась в детали, а в голове еще не закончив композицию. Давайте мы сейчас ее закончим. Крылья. Крылья. Крылья должны быть какими-нибудь большие и красивые. Так. 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 А это более загнутая часть. Вот так будет. Так. И здесь. Все линии плавные. Это живое существо. В природе нет очень жестких углов. Все линии плавные. Несмотря на то, что у нас это, конечно, персонаж вымышленный, все равно схожесть должна быть с настоящей летучей мышью, поэтому мы стараемся какие-то базовые основы анатомии сохранить. Такое у меня ощущение, что это крыло получилось меньше вот этого. Давайте мы это исправим. Так. 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 Сделаем еле здесь шарфик вязанный. Так, здесь мы отметили лапки. Здесь, я думаю, что мы с вами сделаем надпись Hello. Так как иллюстрация у нас добрая и такая, ну не то, что шуточная, не несущая себе какого-то улучшеса, я думаю, что мы не будем делать надпись со этими кровоподтеками. Мы сделаем ее достаточно простой, просто немного такие танцующие буквы. Разного размера. Так. 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 Чуть-чуть ехала у нас. Здесь она должна заканчиваться. Возвращаемся к нашей летучей мыши. Сейчас мы ее оживим, нарисовав ей глаза и мордочку улыбающуюся. Давайте сейчас этим займемся. Давайте начнем с носа, с ее пятачка. Так. Пятачок рисуем в форме перевернутого сердечка. Сердечка вверх ногами. Поширим. Не мельчим. У добрых персонажей всегда крупные черты. Может быть маленький носик, кстати, но глаза и улыбка точно должны быть большие. Так. Пятачок. Улыбка. Практически от уха до уха. Два зуба, конечно. Все-таки летучая мышь. Так. Теперь глаза. Глаза делаем классически мультяшными. Это овал. Расширяющийся немножко к низу. Один глаз чуть-чуть больше другого. Можно сделать, ну, явно больше другого, но тут главное не переборщить, чтобы все-таки не выглядела она косовато и выглядела все-таки милой. Так что здесь аккуратно. Аккуратно. Так. Я мельчу, конечно, здесь зрачок. Это делать не обязательно. Я это делаю для себя. Это будет у нас тоже закрашено. Сейчас я вам просто вот так покажу. Вот. Вот такая у нас получилась летучая мышь. Я думаю, что, кстати, она у нас получилась даже немножко толстовата. Можно ее немножечко подхудить. Вот здесь. А то такая как-то совсем разъелась. Даже и не взлетит. С каким-то пузом. И нам ее нужно... Давайте уменьшим сейчас ее туловище. Подхудим ее немножко. И... Сделаем ее пушистой. Так. Входим. Вот тут еще мышь. Так. Наверное, где-то вот так. Так. Криво. Лапки криво. Так. Пока лапки нарисую так. Еще попозже. Удачи, когда будем маркерами рисовать. Так. Так. Чтобы сделать какой-то персонаж пушистым, нам с вами можно использовать вот такой метод. Сейчас я вам покажу. Например, в нашем случае с летучей мышей у нас есть туловище. И чтобы сделать его пушистым, нам на нем нужно сделать вот такие отметинки. Зарубки, засечки. Немножечко, как у елочки. Соответственно, такого рода засечки делают наш персонаж сразу пушистым. Вот так. Приступаем к летучей мыши. На летучей мыши тоже сделаем такие засечки. Карандашом это делать не обязательно. Я сейчас вам это просто здесь покажу. Чтобы вы понимали, как это будет выглядеть. Будет выглядеть вот так. Мы также сделали вот здесь у нее такие засечки, чтобы показать. Вот здесь он будет. Чтобы показать, что она и здесь, и на голове тоже пушистая. Вот так. Здесь будет такая пушистая она. Везде кроме крыльев. Крылья не пушистые. Так. Теперь я думаю, что мы начнем рисовать. Я сейчас подотру это карандаш немножечко ластиком. Мы начнем работать в цвете. Мы не будем, обращаю ваше внимание, что мы не будем вводить линером. Возьму клячку. Размазывает ластик карандаш. Клячка. У меня фаберкаслская. Может быть любая. На ваше усмотрение. Прелесть клячки в том, что, видите, я попыталась стереть аккуратно карандаш ластиком. Все размазалось. При этом мне нужно, чтобы немного карандаша все-таки осталось на бумаге, чтобы я понимала, где у нас рисунок и куда класть цвет. Поэтому клячка здесь это очень классная вещь. Мы раскатываем ее в колбаску и проводим по нашему рисунку. Она заберет верхний слой графита, оставляя при этом легкий набросок. Вот видите, она стала такая грязноватенькая. Вот, спасибо ей большое, очень она помогла. Больше она нам пока не понадобится. Можем начинать. Я думаю, что мы начнем с крыльев. Мы, кстати, на крыльях немножко не уточнили вот здесь перепонки. Я сейчас буквально их наброшу и набросаю, и потом тоже подотру клячкой. И толщину, собственно, самого кости, на которой держится крыло. Здесь она сужается. Здесь идет толщение. Здесь из узкого, чуть вширь. Так она выходит. Так. Снова клеточку берем. Можно даже не катать, а просто вот так вот ее постучать. Особо не усердствуем. Надо все-таки, чтобы у нас какой-то карандаш остался. Набросок. Так, переходим к цвету. Я думаю, что мы начнем с крыльев как раз. Крылья сделаем желто-красновато. Желто-красноватыми такими, я думаю. Где-то добавим даже вот такой цвет. Посмотрим по настроению. Ну, основа будет желтая. Основа будет тепло-желтая. Давайте начнем. Это будет не сложный скетч, но попробуем сделать его интересным. Что мы делаем сначала? Я возьму широкий наконечник и закрашу все крыло полностью. Просто желтым цветом. Смотрите, я закрашиваю. Я не закрашиваю вот эти кости, костную часть. Я закрашиваю только крыло. Сначала обвожу по контуру, потом завиваю светом. Сначала закрашиваю хаотичными движениями. Потом буду наносить второй слой. по ходу крыла. То есть крыло растет у нас из костной ткани в свободную сторону. Обычно я продолжаю вот так это движение. Теперь, пока у нас влажная бумага, мы берем вот этот цвет, розово-коричневый, и выделяем тени. Теневые участки. он будет здесь. Он будет здесь. Теневый участок будет здесь. Он идет здесь, под всей костью. потому что кость объемная, она как туба, и она отбрасывает обязательно тень. и будет у нас тень вот здесь. Обязательно. Потому что идет тень от тела. Тут она будет тоже. Также у нас идет тень вот здесь. Так, теперь, что мы делаем. Мы возвращаемся. Здесь проведу еще разок. Жирнее тень совсем у тела. она будет по-насыщенней. Что мы делаем? Мы теперь возвращаемся к желтому цвету. Вот к этому. И начинаем вписывать один цвет в другой. Нам нужно сделать плавный переход одного цвета в другой, чем мы начинаем заниматься. Я провожу желтым цветом по краю коричневого, залезая на него, создавая таким образом градиент. Потому что у нас желтый цвет, вы видите, чуть-чуть подразмывает. коричневый, как будто бы один цвет начинает вливаться в другой. Прям по границе прохожусь. Вот здесь вот мы сделаем, сделаю чуть-чуть пошире вот эту тень, чтобы можно было ее нормально размыть. Чтобы осталось место для размытия. Иначе она сейчас вся превратится в желтый цвет. Акцент на границе перехода цвета. И чуть-чуть зарезаем. Можно даже сделать такие небольшие прожилки желтым цветом. Показывая крылья здесь, как они устроены. Далее я беру такой более оранжевый цвет и повторно прохожусь по нашим прожилочкам. Теневым частям. И начинаю немножечко даже больше вылезать. Зарезать на желтый цвет. Это уже второй такой слой тени у нас получается. Видите, мы сначала залили все однотонным желтым цветом. Теперь начинаем делать объем, переходы цветовые. Делать наше крыло более интересным, более объемным. Возвращаю к желтому цвету. Начинаю растушевывать. Стараюсь идти по форме крыла. То есть вот такими движениями. Я залезаю желтым цветом в предыдущий оранжевый. штрихами повторяю форму крыла. Делаю акцент на границе. И таким образом у нас с вами получается градиентный переход. Интересные цветовые решения. Что мы делаем дальше? Мы берем этот оранжевый цвет. И будем ставить точки. Но я думаю не делать это сейчас, а закончить со вторым крылом и сделать потом все вместе. Поэтому давайте перейдем ко второму крылу. Я опять беру желтый цвет. Толстый наконечник для лото. И вот у нас идет кость. Ее мы не закрашиваем. Оранжевый цвет. Закрашиваем. Закрашиваем сначала хаотично. Закрасили. Теперь повторяем рост крыла. Закрасили. Закрасили все желтым цветом. И возвращаемся. Не возвращаемся. Берем коричневый. Такой коричнево-розоватый. По той же логике, что и с предыдущим крылом. Сначала делаем тени. Сначала делаем тени. Делаем сразу потолще. И соблюдая ту же логику, у нас будут тени здесь. Тени здесь. Тени здесь. Тени здесь. Тени здесь. Тени здесь. возвращаемся к желтого цвета возьмем границу заходим чуть на коричневый цвет дать возможность желтому цвету подразумевать коричневый и создать форму переход цвета он же известный как гардиент видите там где оставались какие-то явные следы от маркера явно было видно на что мы здесь проводили маркера я стараюсь их подразмыть все-таки делаем по форме крыла здесь тела на коричневом проводили дважды что у тела самый темный цвет самого-самого крыла самый-самый кости тоже будет темный цвет давайте здесь это тоже проведем так теперь берем оранжевый и вписываем его в наш коричневый чуть больше заходя на желтый даже здесь вот там где у нас не было коричневого создадим оранжевым такую тенюшечку и и и Возвращаемся к желтому. Размываем. Не забываем повторять форму крыла. Так, здесь готово. Итак, что нам понадобится для того, чтобы нарисовать тело? Нам понадобится темно-зеленый, темно-синий, оливковый и блендер. Итак, берем темно-зеленый цвет, я начну с головы. Как вы помните, мы делаем такие засечки, чтобы показать, что у нас пушистый, пушистый летучая мышь. Я возьму линер, обведу сейчас глаза, потому что очень мелкий карандашный набросок. Мне становится их не видно, я боюсь их закрасить. линер, обведу нос. Вот так. Немного отметим. Вот так. Вот так. потом не возвращаться. Теперь можно закрашивать. закрашиваем все просто зеленым цветом. Можно залезать на улыбку, но нельзя залезать на глаза и нос. Залезла на клык. придется потом белой ручкой восстанавливать. не страшно. Презис нашей иллюстрации в том, что никто не знает, как должен выглядеть ваш персонаж. не с чем сравнить. Поэтому иллюстрация в любом случае выйдет прекрасно. Потому что все, чтобы вы не сделали, это так и было задумано. Видите, как второе. Еще раз более детально отмечаю. Пушистость. Немножко под размывается маркер. Может быть потом точным линером. Эту пушистость его шерстки. Так. Теперь берем вот синий цвет. Будем уточнять тень. Где у нас тень? Тень падает вот здесь. Тень падает вот здесь. Тень падает от пятачка вниз. Вот так. На всей нижней части головы тень. Тень падает вот здесь. Будем примерно считать по классике рисовального жанра, что у нас свет падает примерно вот отсюда, с этой стороны. Естественно, эта часть будет более освещенная. Здесь у него будет свет, и вот здесь вот тоже будет свет, а это все остальное будет как будто бы в тени. Здесь тени будут чуть больше, они будут чуть более выраженные. Возвращаемся к зеленому цвету, начинаем подразумевать. Чуть больше сделаю, второй слой положу синего, чтобы сделать тем поярче. Возвращаемся к зеленому цвету. Чем больше слоев вы накладываете одного цвета, тем ярче становится сам этот цвет даже. Чем тоже можно пользоваться. Видите, здесь как бы темнее, чем здесь. Эта часть лица у нас получилась в мордочке. Более в тени, чем предыдущие. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно сделать светлые акценты вот этим цветом. Я сомневаюсь, что мы сможем сделать их безболезненно. В смысле, чтобы этот цвет был видно. Поэтому нам нужно взять блендер, вот эту часть немножко подразумевать. Эта часть, которая на свету. Теперь берем. Добавляем его такими точечками. Я добавляю краплениями. Беру зеленый. Снова беру блендер. Очень-очень мелкие точки ставлю на цветовых частях. Перейдем к крыльям. К растяжкам на крыльях. Начну вот с этой, потому что эта часть еще сохнет. Начну с этого крыла, чтобы не размазать немножко маркерами. Продолжение следует... Тянем. И какие-то световые акценты. Давайте попробуем поставить их так. Смотрим, кто сыграет. Не вижу я, чтобы сыграло так, как нам надо. Берем лендер. Теперь вижу. Чуть-чуть дополняем здесь тени. Переходим к этому кругу. Берем зеленый. 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 Так как свет падает сверху, то поэтому тени у нас на нижней части. этой косточки. Провожу второй слой. Чем бы тень была поярче. Возвращаю к зеленому. Подразмываю. Птицу. Беру блендер. На световой части ставлю точки блендером. Беру маркер оливкового цвета и на светлых местах, где мы только что прошли, блендером добавляем оливковый цвет. Если где-то немножко поплыру контур, восстанавливаем. Беру синий, точнее тени. Закончили. Давайте дорисуем мордочку, а то какой-то он у нас совсем грустный получается. Толком без глаз, без носика. Глаза буду я рисовать вот таким фиолетовым цветом. Сначала светло-фиолетовым закрашиваем все. И затем темно-фиолетовым. Закрашиваем здесь. Беру линер. Чёрный делаю ручки. Беру белую ручку. Поверю, что она пишет. Пишет. Ставлю блики. Идем здесь. Идем пониже. И наденем здесь. Идем пониже. Вот так. Дальше переходим к носу. Нос у нас розовый. И нужна под носом тени. Я возьму чуть-чуть блендер. Вот здесь сверху подразмою. Потому что более светло-розового у меня нет. На самый светлый. Мне нужно что-то. Какой-то светленький акцент. Поэтому я его здесь поставила. И теперь надо сделать. Возьму вот этот вот цвет. Такой розово-коричневый, который мы с вами использовали на крыльях. И им. Сейчас внизу попробую сделать. Нет, не им. Не им. Давайте-ка попробую. Но это все-таки холодный розовый. Попробую холодным беловым сделать. Не затем. Нет. Слишком светлый. Не, темный. Темноват. Попробую развить. Очень мелкие детали. Видите? Чуть-чуть я фиолетового положила. И размыла его этим вот розовым цветом. Получился вот такой носик у нас. Отлично. Так. Давайте уши сделаем. Что у нас с ушами? Что у нас с ушами? Уши по такой же логике, как и крылья. То есть там, где кость будет вот этот цвет, сочетание этих цветов, там, где перепонки, будет сочетание вот такой же вот этих цветов. Имея, к большому сожалению, почти не вижу наброска ушей. Вот так. Здесь было где-то вот примерно вот так. Вот так. Вот так. Здесь было утолщение. Здесь было утолщение. Здесь. Здесь. Так. Берем зелёный цвет. Вот так. Так. тени около головы там где крепится там где будет стык с перепонкой вы стык с перепонкой здесь почти все в тени номер точнее тени и где-то делаем их более насыщенными лично переходим к перепонкам здесь у нас был этот этот также как и с крыльями сначала закрашиваем все желтым цветом берем коричневый здесь у нас один акцент тени вот здесь идет тень от крепления голове сторону свободной части оранжевый больше заходим на желтый уже возвращаемся к желтому разрываем так у нас готовы уши отлично переходим к телу тело рисуем по такой же логике что и кости здесь ушки и его мордочку сначала а шарф перед тем как переходить тело я предлагаю нарисовать шарф каким бы цветом нам с вами нарисовать шарф так у меня есть коричневый красивый цвет так можно сделать его коричнево розовым например как он будет очень интересно самый светлый цвет у нас розовый поэтому шарф будет полосатым начинаем с самого светлого цвета сначала все закрашиваем розовым аккуратно здесь на стыке думаю что потом мы в конце так как оно все подразмылось возьмем линер и все контуры уточним так что мы можем сейчас не волноваться на этот счет шарф шарф так будем делать на нем сначала полосочки наверно а потом тени давайте сделаем на нем полосочки этим коричневым цветом теперь будем делать тени возвращаемся к розовому и размываем прям нещадно я прохожусь розовым по этому фиолетовому чтобы его хорошенько подразмыть ложечки потом уточним еще раз это не страшно вот здесь около головы будет все очень темное все сделаю в тени вот так ну так отлично берем коричневый можно точнее полоски я думаю что наверное нет Кажется, они так отлично выглядят. Единственное, я могу уточнить их вот здесь. Отлично. Переходим к туру еще. Контуры я сделала. Так, смотрим. Вот здесь у нас стык. Делаю контуры тонким наконечником. И делаю сразу пушистым. Вот так. Шварстуком идет вот так. У нас овал. Овал круг практически. Поэтому я и закрашиваю такими же движениями. Дуговыми по форме нашего шарика. Тело летучей мыши. Мне кажется, что это мальчик. Такой у него веселый вид. Точно мальчик. Шарший такой модный. Так, отлично. Тени. Под шарфом у нас тень. Вот здесь у нас все в тени. Да. Здесь вот такие вот такие тени. В тени. Тени. Здесь тени достаточно плотные внизу. Вот шарфа тень. Чуть подразумуем. Отлично. Блендер. Вот эта вот идея с блендером, она моя собственная. Вы можете ей не следовать. Мне просто хотелось внести некоторую фактурность, да, и текстурность нашей летучей мыши. Этого можно исключить из вашего рисунка. Это на ваше усмотрение. Если вам она не по душе, не делайте этого. Не обязательно повторяйте ровно за мной. Так, лапки. Лапки, я думаю, очень упрощенные. Лапки. Так, готова наша красота? Теперь я думаю, что можно выбрать какой-нибудь цвет, который уже есть в нашей иллюстрации. Например, вот этот синий. Зеленый. Ой. Да, давайте сделаем наш Хэллоуин таким же цветом, как и наша летучая мышь. И вот тело. Рисуем. Рисуем. Эту надпись. Мы не будем делать ее какой-то ужасающей, с кровоподтеками и чем-то таким. У нас достаточно милая иллюстрация. И мне кажется, можно просто сделать такие прыгающие буквы разного размера. И будет очень мило. Сначала берем зеленый цвет. Надпись достаточно простая. Она получится точно у всех. Единственное, на что нужно обратить внимание, вот здесь, я стараюсь выдержать итоговую нижнюю границу, чтобы ничто не вылезало, и верхнюю границу я выдерживаю. Все остальное внутри, видите, оно может немножко скакать по размеру, но не вылезает за верхние и нижние границы. Сделаем вот такие засечки. И внесем декоративный элемент с помощью синего маркера. Я буду делать это только по левой стороне букв. То есть везде, где есть полоска, по левой стороне полосы. Вот здесь полоса. Внутри. Полоса. Полоса. Вот здесь обычно смотрится на круглых предметах с внешней стороны плоховато, поэтому здесь как исключение делаем изнутри. Снаружи. 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 Здесь у нас осталось очень мало места. Здесь тоже сделаем внутри, чтобы не слилось. Здесь осталось очень мало места. Сделаем внутри, чтобы не слилось. Вот получился. Такой вот у нас рисунок надписи. Отличный хэллоуинский стиль. На ваше усмотрение, обводить это все линером или нет. Я думаю, что я сейчас расставлю сначала цветовые акценты некоторые, а потом уже посмотрю, буду я линером что-то делать или нет. Цветовые акценты. Что я под этим подразумеваю? Я хочу расставить цветовые акценты вот здесь вот на крыльях. Я беру два цвета темных, которые мы здесь использовали, и начинаю ставить вот такие вот точки. В темных местах темным цветом. Чуть посветлее точки, чуть посветлее, в более светлых местах. Наверное, возьму также желтый и поставлю им точки в совсем светлых желтых местах. Я возьму блендер и поставлю им тоже точки, уже абсолютно хаотично. Абсолютно разных местах. Такую же лодку сделаю здесь. Я возьму только оранжевый, избегу коричневого, возьму только оранжевый и желтый, потому что очень маленькая площадь. Для расставления точек нет смысла три цвета здесь использовать. Но блендер буду использовать все равно. Темные полосы. Где-то чуть я задерживаю блендер или дважды провожу, чтобы получить прямо конкретную такую световую капельку. Так, я думаю, что мы возьмем левую гиревую ручку, расставим акценты. Я поставлю точки на крыльях, ставлю точки я в середину тех размытий, которые получились от блендера. Мне кажется, что так будет очень интересно и получится, будто бы крылышки немножко светятся. Так, вот точки здесь, здесь, здесь у меня зубы, которые мы случайно закрасили. Точки на пятачке, точки на кодике, линии на шарфике. Так, немножко мне нравится, как это кривовато получилось с зубами. Где мини-линир? Вот он. Сейчас надо это уточнить. Сейчас надо это уточнить. смотрите можете обвести можете оставить так для тех кто хочет обвести давайте обведем это вместе кто хочет оставить так и вставляем я не буду обводить крылья мне нравится что они такие светлые немножко воздушные мы обведем только темные части это у нас туловище вместе с ушами водку буду делать скорее для того чтобы акцентировать внимание на тех вот пушистостях вот этих вот засечках которыми мы хотели показать что у нас наши летучая мышь она именно пушистенькая такая ну что иначе вот здесь например внизу практически лапки слились с туловищем хочется немножко их отделить шарфик так здесь среди я обвезут с внешней стороны мне кажется что на это можно будет заканчивать наш рисунок давайте окончательно сотрем весь карандаш который мог здесь остаться особенно со светлых частей здесь около крылышков я возьму сейчас темно-серый маркер чуть-чуть пройдусь по теням например вот здесь здесь а здесь и и и и и и Все, ребята, смотрите, какая прелесть у нас была. Получилось. Всем счастливого Хэллоуина и пока-пока.